Привет, привет, друзья. Да не верьте вы всяким психологам, которые обвешаны всякими почётными грамотами, сертификатами и не знают просто отзыв медицины. Вот я, например, оперированная шея у меня, я реагирую на изменения погоды. Вот сейчас, в последние дни, погода так качается, такая качка погоды, как качка на корабле в океане. И я на это реагирую, поэтому я сам индикатор своего состояния и вам об этом говорю. У вас, слава богу, нет операции на шее, это тяжёлая штука. Ну, подспудно, подпорогово, не в такой мере, как я. Ну, вы же тоже реагируете. Ну, как же этого можно не понимать? А при этом надо больше спать. А нам саму учат всё время, надо вставать именно в пять, надо вставать именно в час или там во сколько глупостей всё это. Вы должны слышать себя. Когда вы слышите себя, вы лучше понимаете, занимайтесь самонаблюдением. Когда вы чувствуете потом день у вас успешнее, когда вы хорошо выспались или много дней не досыпаете? Конечно, когда хорошо выспались. О чём тут может быть речь? И это к чему? У нас есть одно идеальное состояние. Идеальнейший быть не может. Это состояние между переключениями в режимах работы мозга. Это так называемое... Ну, Будда назвал задержанным по времени, как я определил, это будет называться нирвана. А Тесла назвал встречей с Абсолютом, но в Индии древнеиндийской Брахман. Ну, короче говоря, вот это нейтральное состояние, если по времени задержать её, вот эту безмятежность, это и будет вот этот Абсолют. Абсолют. Да, внутри которого мы находимся, законами которыми мы регулируемся. Ну, короче говоря, если мы будем практиковать, а ключ он как осваивается? Ключ это что такое? Обычно вы в реальности получаете какие-то состояния и настроения. Ну, покатались на катке, музыка играет, и вы в таком состоянии, так хорошо себя чувствуете, или в ванну приняли, или массаж, да? Эта реальность, она у вас как бытие определяет сознание. Затем вы, вторая стадия, пытаетесь моделировать это состояние без этой реальности. Ну, мне кто-то пишет, а я, говорит, понял, что когда я музыку слушаю медитативную, у меня все ключевые приёмы, и лыжник, и хлёст, и шалтая болта, и другие, и любые, лучше получаются. Ну, это правильно? Ну, на следующей стадии нужно без музыки, без ванны, без массажа. Ну, конечно, почему? Потому что вдруг у вас застегли в средствовой ситуации, экстренно нужно себе помочь, а музыки нету, и ледовой площадки нету, и ванны нету. Что вы будете делать? Вам нужен навык. Поэтому это последовательная стадия развития этого умения, управлять своим состоянием лучше, чем раньше. Через эти стадии. И там есть моменты, конечно, это знание от более опытных людей. Вот я в данном случае более опытный, потому что я 50 лет занимаюсь ключом. Я обучаю психологов, МЧС, Министерство образования ко мне приходили обучаться. Психологи, многие, многие, многие. Поэтому, друзья, учиться надо всегда. Надо анализировать, сопоставлять, кто что говорит, смотреть их биографии, а не принимать всё наверху. Ну, какая глупость. Конечно, надо высыпаться больше, друзья. Конечно. А ещё нужно вот что сделать. Мы сейчас вместе с вами сделаем уникальный процесс. Будем расписывать, что такое состояние нуля. Чем больше пробуем расписать, тем более привлекаются ассоциации с этим связанные. И мы тем самым тренируемся этому состоянию. Это режим работы мозга, как нейтральное положение в коробке передач автомобиля для переключения скоростей, и временное функциональное разъединение двух половин мозга с повышенной готовностью новых соединений. А психологические ощущения какие? Это бывает, ну, между сном и божествованием. Когда ты проснулся, например, в такой неге, мысли плывут, как облака, ничего внутри не задевая, потом вдруг вспомнил свой экзамен и включился. Вот до включения. Там максимальный комфорт. И вы тоже добавляйте, добавляйте. Вспоминайте это состояние, вот эти ощущения и пишите. И тем самым мы тренируем это состояние уже с психологической стороны. Там максимальный, абсолютный комфорт. Там нет боли, там нет страха, там нет никакого эго, нет этих комплексов мышления и подражания авторитета. Ничего нету. Это нулевое состояние, это безмятежность, безопасность. Никому ничего не должен, никуда-никуда не спешишь. Времени бесконечности. Вот так расписывайте, вспоминайте это состояние и пишите в комментах тоже. Можете себе дневничок завести или тетрадку и записывать по вашим представлениям, что такое нулевое состояние. Ещё раз напомню, это именно то состояние, когда вам максимально комфортно, абсолютно комфортно. И поэтому оно, когда, например, у нас в детстве было, да, было недооценено. Нам в голову не приходило, потому что оно было естественным. Это нормальное, естественное состояние. Поэтому мы его и не взяли, не обратили на него внимания. Ну, когда же болит, я говорю, на стенку лезешь, как перестанет болеть и думать об этом забудешь. А это самое ценное состояние, состояние нуля. Потому что, овладев нулевым состоянием, мы научаемся переключать доминанты. Итак, пишите в комментах, заводите себе в тетрадках описание, чем больше и больше ощущений вы опишите этого такого сокровенного состояния для переключений. Тем более вы становитесь свободнее. До встречи, друзья.